Ах, не зеленый попугай! Изобретатель велосипеда это почти диагноз с точки зрения тех, кто в велосипедах не понимает. На самом деле велосипед терра инкогнито. Только вот эта вот конструкция уже старлее, можно считать конструкцию старлее. В начале не было вот этой перемычки. Он сделал без перемычки, а потом они начали садиться и разваливаться. И уже конструктора придумали вот этот вертикальный стоп. Поэтому и рама стала устойчивая, надежная. Вот это я не трогал. У меня, так сказать, нет тут изобретений никаких вещей. Велосипед изобрели еще в 18 веке. И с тех пор на этом небольшом пространстве из двух колес и нескольких рейх было сделано такое количество открытий, что некоторые отрасли большой и уважаемой науки зеленеют от зависти. Иной раз к очередной инновации приводили трагикомические случайности и странные течения обстоятельств. То, что представлялось не суразицей или уродством, на самом деле делало велосипед быстрее. В седле, как выясняется, можно работать не только ногами, но и головой. Идея у меня пришла в процессе езды. У меня обломился руль. Я ехал на достижение, 100-километровую гонку. Значит, у меня обломился руль, половина руля точнее. Вот. И, значит, мне пришлось руку, одну руку оставить прежнюю, а где баранки уже не было, этой рукой взяться за вилку. То есть сходить в дистанцию я не хотел. И сходить получилось так, что сопротивление отдельной руки попало в сопротивление бедра. И, значит, к своему большому удивлению, удивлению тренера, я проехал первую половину против ветра так же, как запланированно. Хотя поза была такая перекошенная вся, и я мучился, но все равно это было. А потом подумал, ага, раз, значит, это мне помогло, так давай вторую руку сделаем, сопротивлением уберем в бедро. И сделал крепление на вилку. Потом идея дальше и дальше. Все равно, это маленький руль, это загребает воздух все-таки. А вот потом я решил положить гонщика. В несколько раз именно этот кусок сопротивления воздуха, вот, он ламинарный, и он легче переносится. Гонщику легче. Что только легче, значит, скорость повышается. Не страшны тебе, не дождь, не зря, как среди поворот, и газ огонь, чтобы не пришлось любимым плакать. Крепче за баранку держишь овёр. После гонок в старые времена, я помню, снимали велотуфли и ходили по тёплому асфальту просто, отогревали ноги, потому что ноги уже не получали достаточное кровоснабжение, температура ног уменьшалась. Вот. И, как говорил Рюфье, что гонщики Тур-де-Франс расстёгивали эти ремни, когда раньше ремни были, и на равнинных участках они расстёгивали ремни и ехали, так сказать, без затяжки ремней. Когда ускорение требовалось, они уже затягивали. То есть я подумал, что же сделать, давайте сделаем так, крепление снизу и, значит, оверх освободим. Появилась лента велкро, я сразу её взял на вооружение этой велотуфли. Я придумал так, что она фиксируется, эта вот педаль такая, небольшая, её можно, и, значит, фиксировать можно снизу взять. Вот, пожалуйста, всё сочленено уже, можно ехать. Вот. А сверху нет ни ремней, ни шнурков, ничего. Кровоснабжение идёт. Обычная судьба научных открытий в нашей стране. Сперва мы их в лучшем случае не замечаем, далее успешно забываем, а потом за большие деньги приобретаем за границей, где придумывают ничуть не лучше, чем у нас, зато хорошо считают. Одно из изобретений нашего героя созрело в его голове более 40 лет назад, с тем, чтобы теперь иностранцы выиграли с помощью этой идеи разнообразные медали. Вот эти вот аэродинамические колёса, которые я начал делать в 59-м году, то есть это может быть немножко не так, но я начал закрывать спицы парашютным шёлком. Закрыть спицы. Потому что спицы завихрение. Вот видели, когда-нибудь лопастные эти, как их, пароходы ходят с большими лопастями. Там сопротивление воды большое, а когда с винтом, он КПД высокое и так далее. Так тут то же самое. Вот когда крутит велосипедист колёса, то завихрение внутри колеса очень большие. Я так крутнул одно колесо, другое к щеке. От обычных спиц воздух дует, а от плоских спиц почти не дует. Думаю, зачем это надо? Взять их надо и закрыть. Сразу у меня мысли. И начал я делать вот такие вот чехлы сверху, закрывающие из парашютного шёлка. Потом появилось уже на Западе сплошное колесо. Без спиц, без ничего. Не надо ничего закрывать. И понеслась вот варианты разные. Лопастные и, значит, это вот. Прадедушка мой, это в 59-м году изобретённое колесо с закрытыми спицами. Велосипед как источник вдохновения. Практически муза. Может, конечно, и странно. Может, обидно для Джаконды, Лауры или, скажем, Лили Брик. Но, как говорится, каждому своё. Недаром учёные считают, что неизвестный изобретатель колеса был так же велик, как Ньютон или Коперник. У меня есть задумки изобрести новое седло и новый накат велосипеда. Другой совершенно накат велосипеда будет. Есть. Но это, как говорят, футуром. Дело будущего. В цепи подаётся электросигнал. Если гонщик крутит вкруговую, цепь натянута везде, то это техника правильная. А если он педалирует импульсным таким способом, чередуя нажимы с пустотой, как говорят, Вот, поэтому цепь дёргается и, значит, на руле лампа сигнализирует, что вы неправильно педалируете. И всё. Никто в мире такую штуку не придумал, кроме вашего покорного слуги. Ветер за лобиною носится с пылью. Слева поворот, осторожней шофёр. Как-нибудь дотянет последние мили. Твой надёжный друг и товарищ мотор. Не страшны тебе ни дождь, ни слякость. Резкий поворот и красогон. Чтобы не пришлось любимой плакать. Крепче за баранку держит шофёр. Крепче за баранку держит шофёр. Крепче за баранку держит шофёр.